На 170-летней истории нефтегазового дела в Азербайджане последние 25 лет представляют собой самую славную страницу в истории страны. В основе этого лежит политическая воля гения общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно он создал условия, которые позволяют говорить о 25 годах беспрецедентного успеха. Об этом в интервью CBC заявил вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана Сокар Яшар Латифов. В апреле 1995 года были начаты работы беспрецедентного масштаба для освоения комплекса месторождения, который называется Азри-Чираги-Нашли. Условия в контракте были поставлены таким образом, что первая добыча должна была начаться в течение 30 месяцев. Была построена платформа Чираг на месторождении Чираг. Это опорный блок плюс верхнее строение, то, что называется проектом ранней нефти, трубопроводная инфраструктура, Сангачальский терминал в рамках проекта ранней нефти. Все это в условиях молодого Азербайджана, независимого Азербайджана было чрезвычайно сложно, потому что нужно было развивать строительную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, логистическую инфраструктуру, инжиниринговую инфраструктуру, ну и само собой, разумеется, экспортную инфраструктуру. Проект, по словам вице-президента Сокар, показал всем деловым партнерам по контракту, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства – обеспечивать техническую безопасность, стабильность, предсказуемость экономических условий. Для экспорта непосредственно азербайджанской нефти, добываемой с платформы Чираг, был построен трубопровод Бакуй-Супсы, который нам позволил экспортировать уже азербайджанскую нефть в чистом виде. Этот проект был завершен в 1997 году, и что он дал, естественно, он продемонстрировал всем нашим партнерам то, что Азербайджан А выполняет взятые на себя обязательства по этому контракту века, обеспечивает техническую безопасность, обеспечивает стабильность, предсказуемость экономических и фискальных условий. За счет всего этого были созданы предпосылки для проведения работ в рамках полномасштабной разработки уже группы месторождений Азари-Чираг-Гюнашли, что позволило провести планомерные работы и санкционировать проекты по строительству пяти глубоководных морских платформ. Вице-президент Сокар в очередной раз напомнил о значении проекта. По его словам, он внес неоценимый вклад в обеспечение благосостояния азербайджанского народа. Данный контракт позволил обеспечить мультипубликативный эффект в целом для экономики Азербайджана, создание новых рабочих мест, создание транспортной и логистической инфраструктуры, развитие технического и технологического потенциала местных компаний, создание базы не только для добычи и экспорта нефти из Азербайджана, но и развитие потенциала для проведения дополнительных геолого-разведочных работ. Неспроста, что после подписания контракта ВЕК и после неукослительного соблюдения со стороны Азербайджана его условий было подписано около 40 дополнительных соглашений. Яшар Латифов также отметил важность проекта Баку-Тбилиси Джейхан. Я бы хотел уделить отдельное внимание проекту Баку-Тбилиси Джейхан, который является неотъемлемой частью проекта АЧГ, потому что нельзя говорить о разработке месторождения АЧГ, не говоря о проекте Баку-Тбилиси Джейхан. Когда был подписан контракт, одним из краеугольных условий исполнения этого контракта заключалось в том, что партнеры должны обеспечить полномасштабную разработку месторождения с условием строительства, проектирования и строительства основного экспортного трубопровода. Экономический пик в Азербайджане приходится именно на последние 25 лет со дня подписания контракта, добавил вице-президент Сукар. Субтитры создавал DimaTorzok